Завтрак уже готовится, господин. Если позволите, я проверю кухню. Проверишь. Сначала скажи, что уладил то дело, Латив. Уладил, поговорил с Ибрагимом. Они вечером нашли человека, он будет следить. Скажи, чтобы строго следили за входом, пусть никого не пропускают. Не волнуйтесь, господин. Я всем дал наставление. И за невесткой следи. Они оба еще очень неопытны. Не волнуйтесь, господин. Сходи к господину Ферриту. Он должен принести мне эскиз, но до сих пор не принес. Или мы слишком рано встали. Ему нужно идти на работу, господин. Если не проснулся, разбужу. Проклятие. Пелин. Пелин, вставай. Что случилось? Мы уснули. Рука. Рука затекла. Телефон в кармане. Дедушка ждет мой эскиз. Как я теперь зайду в дом? Ладно, зайдешь как-нибудь. Телефон в кармане. Алло. Сайран. Я на улице. Сейчас приду домой. Прикрой меня, пока я не приду, ладно? Что? Где ты? Я иду. Я на улице. Не подавай виду, это важно. Феррит. Ладно, давай быстрее. Прошу тебя. Госпожа невестка. Это я, Латиф. А. Иду, иду. Слушаю, господин Латиф. Хочу видеть господина Феррита. Он в ванной? Что-то случилось? Так рано. Что такое, господин Латиф? Нет, вы, наверное, спали. Господин вчера ночью попросил эскизы. Хочет посмотреть перед работой. Хорошо, я сейчас скажу ему. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ах. Ну, Феррит. Ах, Феррит. Ах, Феррит. Что такое, Паша? Ты сегодня рано. Аби, я ночью вышел на улицу. Мне теперь надо зайти в дом. Дедушка ждет меня. Что мне делать? Впусти меня, а? Не говори глупостей. Охрану заранее предупредили. Если я выйду, то Латиф сразу же узнает, ты понимаешь? Брат, прошу, возьми это. Поезжай быстрее, пожалуйста. Ну, как я теперь зайду внутрь? Что будем делать? Скажи мне. Ладно, подожди, я найду выход. Как найдем выход? Мне с моря войти? Подожди, я подумаю. А госпожа Сейран знает? Знает, знает. Она постарается прикрыть. Аби, мы уже подъезжаем. Прошу тебя побыстрее. Хорошо, хорошо. Постарайся выйти вблизи особняка. Я все сделаю, ладно? Ладно, ладно. Брат, надави на газ, пожалуйста. Ну же, ради бога. Госпожа Сейран, это я, Абеддин. Заходите. Где Ферид? Он скоро приедет, он в такси. Что будем делать? Господин Латиф приходил. Я в курсе, я знаю об этом. Госпожа Сейран, единственный способ войти через главный вход. Но нужно сделать это в тайне. Если попадемся, то всем нам конец. Что он будет делать? Он же не может спокойно зайти. Один зайти не сможет. Но если вы вместе зайдете, то получится. Я? Да. Я? Да. Как я выйду на улицу? Я с этим разберусь. Но нам нужен еще один человек. Как это? Что это значит? Нужен тот, кто поможет. И кто это может быть? Все на виду. Кто же это может быть? Кто же это может быть? Кто? Султан. Султан? Да, госпожа Султан поможет нам. Султан? Да. Она вчера предупредила Ферита, что за ним следят. Хорошо. Тогда пойдем. Господин Ферит, это Латиф. Откройте кран. Откройте кран. Слушаю, господин Латиф. Госпожа Сейран. Господин ждет господина Ферита. Он в душе. Он сильно опаздывает. Если хотите, скажите сами. Может, выйдет пораньше? Ну что вы такое говорите? Прошу, скажите ему, пусть поторопится. Хорошо, сейчас же скажу. Выходите. Нам надо поторопиться. Ферит вот-вот приедет. Надеюсь, мы не попадемся. Госпожа Сейран. Идемте, идемте. Идемте. Султан. Нужна твоя помощь. Султан. Что такое обидение? Доброе утро, госпожа Ифакат. Я шел к господину Фериту. В такую рань? Зачем? Он должен идти на работу. Кажется, его телефон на беззвучном. Решил его разбудить. Можешь принести мне инжир с медом перед завтраком, Султан? Хорошо, госпожа. Не задерживайся. Ты должна нам помочь. Вам? Кому? Султан, потом расскажу. Приехал? Приехал, приехал. Что у вас? Смогли выйти? Не так быстро, парень. Мы тут пытаемся не попасться на глаза. Аби, поторопись. Дедушка в этот раз убьет меня. Хорошо, хорошо, Ферит. Дедушка в этот раз убьет меня. Дедушка... Дедушка... Можете вставать, госпожа Сейран Слушаю, господин Латив Куда ты едешь? В пекарню Кто тебя отправил? Госпожа Сейран Она захотела на завтрак семи Надеюсь, у вас есть хороший план? А? Ага Как ты, Мустафа? Я принесла тебе кекс? Спасибо, сестра Султан Попробуй Доброе утро Ну, хотя бы проснулся, Мустафа Когда не успели выйти на улицу? Откуда мне знать? Ты не видел? Нет Браво! Ты что, спишь тут? Нет, сестра, какой сон Кому ты звонишь? Господину Латифу Есть четкое указание, он велел сообщать ему все Ты что, глупый? Ты не знаешь о том, что они вышли? Хочешь доложить, что они вернулись? Что ты ему скажешь, если спросит? Но... Ты сам себя подставляешь К тому же, муж с женой вышли погулять вместе Другое дело, если бы господин Ферит вернулся бы один Но господин Латиф... Я говорю, ради твоего блага Ладно, мне-то что? Наверное, ты права Господин Ферит Господин Ферит Госпожа Сейран Господин Ферит Господин Ферит Господин Ферит, ты тут? Госпожа невестка, где господин Ферит? Что такое, господин Латиф? Извините, я вас везде искал Я был у дедушки? Я неправильно понял Еще раз извините Госпожа невестка А ты, оказывается, талантливая Как красиво нарисовала Теперь ты будешь рисовать Хорошо, что я узнал об этом Конечно, жди Сейран Спасибо Поздравляю Поздравляю с новым шкафом Какой шкаф? Ты посмотри Возьми Повесь на шею Она осталась пустой Казым Мы тут хорошенько обосновались Мне тут тесно Почему ты меня не понимаешь? Понимаю, понимаю Я что-нибудь придумаю, не переживай Я все решу Я все это сделал, чтобы они не испортились Оставь мне это Будь внимательнее, тетя Следи за всем Иначе они тут все съедят, как крысы А что, в доме есть еда? Здесь нет того изобилия, что было в Антепе Что ты такое говоришь, тетя? Вот Возьми Купи все, что тебе нужно Скажи Суне Она все привезет Ты меня слышала? Слышала, папа Хорошо Сохрани все чеки Отдашь, тетя Я все проверю Эсма Слушаю Накрой стол Я голодный Я готов съесть целую лошадь Сейчас же накрою И мой кофе не забудь Конечно, тетя Сват звонит Гора сама идет к Магомеду Алло Да, Сват Хорошо Да, ты как? А, сегодня вечером? Сегодня вечером У меня другие планы Ладно, что-нибудь придумаем Придем, придем Хорошо Хорошо, хорошо Береги себя Береги себя, брат Доброе утро, мастер Ты сегодня рано У меня дела Я что, перед тобой должен отчитываться? Что вы, мастер? Дедушка попросил нарисовать Он посмотрел утром Сказал, чтобы отнес тебе Сядь, Иуда Спрошу один раз И хочу услышать один ответ Ты сам это нарисовал? Или кто-то помог? Я сам нарисовал, мастер До утра возился Даже некоторые детали кольца Ладно, хватит Странно Будто Нарисовал кто-то другой Но в то же время Будто это работа одного человека Противоположное Противоположное Но целое Как день и ночь Как огонь и вода Человек неполноценен Запомни это У всех нас чего-то не хватает У всех нас есть часть этого недостатка Цель нашей жизни Восполнить эти недостатки Но не черными А яркими красками Тебе понравилось, мастер? Не надо сразу хвалиться Я вижу беспорядок И незавершенность Не хватает гармонии Как это? Я не понимаю Ты утомил меня с самого утра У тебя внутри узел Развяжи его Подумай сам Не заставляй меня говорить Над этим нужно много работать Над этим Хорошо, мастер Я пойду на свое место Лифт Да накажет тебя Аллах Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашел? Если я что-то задумал То же все сделаю Поздно задумался об этом Мне было очень плохо, сестра Мне нужно было увидеться с тобой Зачем мне с тобой встречаться, Юсуф? Занимайся своим делом Я не могу смириться с таким состоянием, Сейран Ты все еще говоришь о Сейран? Послушай, все уже прошло Где ты остался, господин Юсуф? Видимо, не хватило того, что тебя проучили Сейран рассказал о тебе Что меня избили? Аллах Ты сейчас думаешь об этом? Моя голова не на месте, сестра Я столько дней не нахожу себе места Я столько умолял, плакал перед ней Что я еще должен сделать? Показал бы свое упрямство в Антепе Глупый Строишь из себя героя, когда уже все запуталось Ее жизнь рушится, сестра Ее держат в доме, как пленницу Разве ты не видишь? Ух, Юсуф Послушай Ты сможешь сделать ее счастливой Ты сделаешь ее счастливой Она сто раз тебе сказала, чтобы ты не крутился возле нее Ради бога, уезжай Так будет лучше, Юсуф Я никуда не уеду без Сейран Я ее люблю И она не может меня забыть Не говори глупостей Семья Корхан свела меня с ума Огонь внутри меня никто не сможет потушить, кроме Сейран Мне все равно Скажи ей так Уф Что ты говоришь, сестра? Ну что ты говоришь? Клянусь, у меня больше не осталось сил Лучше бы я сошла с ума Честное слово Так было бы лучше Хочется сойти с ума Двое мужчин дерутся за тебя Чего ты еще хочешь? Всегда так бывает Удача улыбается тому, кому это не нужно Понимаешь? Мне сейчас совсем не до шуток, сестра Я сказала это, чтобы ты немного посмеялась Смеяться, когда нужно плакать Да, разве мы не всегда так делаем? Как по-другому продолжать жить? Сестра Кладу трубку, в дверь стучат Я тебе потом перезвоню Хорошо, не расстраивайся из-за Юсуфа Лает, но не кусает Не обращай внимания Целую, пока Пока Хорошо Ты не занята? Не занята Проходи, пожалуйста Как ты, Сейран? Пытаюсь привыкнуть Ты получила новость? Нет Что за новость? Вечером вы пойдете на ужин с твоими родителями Да? Да, отец организовал Твои родители наши К сожалению, я не смогу прийти, Сейран Я пришла, чтобы извиниться заранее Нет, ну что ты, дорогая Невестка и Факат будет со мной Фуат еще не познакомился с твоими родителями Будет правильно, если он пойдет Я только что разговаривала со своей сестрой Она мне ничего не сказала Место только что выбрали Наверное, она пока, как и ты, не знает Возможно Что вы сделали, тетя? Выбрали кое-что Дочка гладит Тетя, выбрала бы поскорее Следует соблюдать особую осторожность Это Стамбул Как говорят Нет другого Стамбула Стамбул Что с того? Только одно название Прошу Ее тоже возьмешь? Нет Как я возьму ее, как жену? Ты посмотри на нее Она постарела Пусть остается Вдруг здесь понадобится Так что пусть будет здесь Что мы скажем, если спросят? Ну, скажем, что заболела Скажем, простыла Но не ковид, не беспокойся Послушай, я буду обсуждать важные темы Что-нибудь еще сделать? Да Глажку возьми на себя В этом доме все будешь гладить ты Поняла? Позови Суну, пусть придет Хорошо Что ты делала? Заполнила шкаф? Заполнила Заполнила Хорошо Замок поставила? Это тоже сделала Не волнуйся Ой, надо же Сейран, ты могла поверить, что такое может случиться? Я впервые в жизни иду на ужин в ресторан Представляешь? Впервые И что с того? Отец тоже будет там Пусть Ну и что? Это только начало Будет и продолжение Все же не радуйся так, сестра А ты не сбивай мое желание Я не ужинаю в особняке, как ты, дорогая Суна А? Дочка Тебя отец зовет Хорошо Сейран, отец зовет меня Я тебе перезвоню, хорошо? Потом поговорим Целую, пока Хорошо Ты звал меня, папа? Да Подойди Слушай меня Вечером ничего не говори, пока тебя не спросят Понятно? Что насчет головы? Надо отпустить Но не так сильно Слегка Где должны быть руки? На коленях Даже если будешь улыбаться, делай это незаметно Не надо показывать все 32 зуба Слушай меня, улыбаясь Слегка И все Поняла? Иди Ты поняла? Поняла, папа Хорошо Говорят Вкус еды чувствуешь в конце С кофе так же Иди Сделай макияж Сделай что-нибудь Чтобы не выглядело как мертвая рыба Иди Суна Забери разнос И принеси салфетки Господин Ферит Слушаю, господин Латиф Вечером будете ужинать с семьей госпожи Сейран Господин Орхан попросил вам сообщить Зачем? А дедушка? Господин, госпожа Ифакат и госпожа Асуман останутся дома Останутся дома Хорошо Ладно Поедете в новый ресторан в Этилер Господин Орхан попросил надеть что-нибудь соответствующее С господином Казымом Значит, будет очень весело Хорошо Увидимся Ты собралась? Должна была тебя ждать Прости Не думай, что я все забыл после того, как ты помогла мне немного Примеряю наряды, которые купила твоя мама Поэтому решила собраться пораньше, чтобы не опоздали Тебе идет Тебе идет Будто тебя кто-то спрашивал Послушай То, что случилось вчера и сегодня Не смей рассказывать моим Я ведь стараюсь перед твоей семьей Поэтому жду от тебя того же, хорошо? Хорошо Надень это еще раз Алло Пелин, мы сегодня не сможем поужинать Отец организовал ужин с семьей Сейран Я должен пойти Не знаю, во сколько освобожусь Поэтому не получится Как это? Ты шутишь? Ты свой подарок здесь забыл? Откуда взялся вдруг этот ужин? Не знаю, Пелин Откуда мне знать? Узнаю там Угадай, куда мы идем Серьезно? Даже я не была там Ты правда пойдешь с женой? Если бы только с ней С женой и ее дорогой семьей Я тоже не горю желанием, Пелин Ну что я сделаю? Хорошо, обещаю Я все исправлю в другой день Ладно? Мне нужно собираться Береги мой подарок Целую Пока Увидимся Красиво? Другой наряд был лучше Не стоило тебя спрашивать Не преувеличивай Ты красивая Неплохо Идем Иначе опоздаем Сейран? Что-то случилось? Мама не сможет прийти Добро пожаловать Господин Казым Господин Орхан ждет вас Прошу Вы из Антепа? Нет, господин Прошу В Антепе меня все знают Откуда вы знаете мое имя? О, Аллах Ну, надо же Только Не переживай Как в тот раз Поняла? Сиди нормально Не молчи И много не разговаривай Поняла? Все ясно? Хорошо, папа Надо же Вот это да О, сват Как ты? Добро пожаловать, господин Казым Госпожа Гюльгюн Хорошо выглядите Как дела? Спасибо Добро пожаловать Господин Казым Это мой старший сын Фуат Фуат Сынок Не сглазить бы Значит, старший сын Добро пожаловать Спасибо, сынок Не сглазить бы Спасибо Спасибо зятю Спасибо Он приходил ко мне А я тебя вижу впервые Суна, дорогая Добро пожаловать Как твоя мама? Надеюсь, хорошо? Спасибо Она отдыхает Дорогая моя Добро пожаловать Давай, проходи Как вы? Спасибо В этот раз не дрожите Все хорошо Вы помирились? Добро пожаловать Суна, как хорошо ты сделал Мы стали большой семьей Да Это так, господин Казым Мы тоже этому очень рады Спасибо Не сглазить бы Обе ваши дочери просто жемчужины Ах, госпожа Гюль-Гюн В наше время Очень трудно воспитывать детей И деньги тут не помогут Нужно следить Стараться Проявлять внимание Нужно видеть, что есть А чего нет Иначе начнут вести себя Начнут вести себя Как некоторые люди Но слава Аллаху Слава Аллаху Нам повезло С дочками и зятем Ах, госпожа Асуна А чем вы занимаетесь? В прошлый раз не получилось поговорить Ничем Я обычно дома Конечно, это нормально Вы только приехали в Стамбул Я спрашивал про Антеп Вы учились или работали? Нет Я и там была дома Если позволите Я пойду в уборную Конечно Я тоже пойду С вашего позволения Что-то случилось? Что такое? Нет Все так, как я И говорила Я внезапно Оказалась виноватой Ты виновата лишь в одном Это маленький обман А вину твоего мужа Даже не перечислишь все Но ему не стоило Бить Юсуфа Ведь это даже Не задевает гордость Думаешь, Юсуф Еще что-нибудь сделает? Не могу сказать, что нет Он и меня преследует Ах, сестра Ах Сейран Юсуф обезумел Я люблю Сейран А она меня любит Она не может меня забыть Он столько всего сказал мне В тот день Он сошел с ума Что мне делать? Не понимаю Написать на плакате, что он мне не нужен Что мне делать? Я пыталась немного успокоить его А ты пока посиди дома Пусть все поутихнет Знаешь, что будет потом? Тебе даже учиться не разрешат Я не понимаю Почему Ферит так зациклился на Юсуфе? Не понимаю Если бы я поняла То сразу же бы решила этот вопрос Ладно, пойдем, сестра Ты такая наивная Нет А что? Я сперва задумалась, но... То, что он избил Юсуфа То, что он увидел тебя в Антепе И выбрал вместо меня Как ты думаешь, почему? Потому что он мерзавец Да, мерзавец Моя глупая сестра Он влюбился в тебя Но сам еще не понял Ты не поняла этого? Да, сестра влюбился Откуда ему знать, что такое любовь? Если бы знал То не поступал бы так со своей девушкой Ее так жалко Знаешь Ее на самом деле очень жалко Сван Ты ведь не обиделся из-за того случая? Из-за чего? Ну, то, что мы устроили шум А тебе потом позвонили Ведь вы не обиделись на меня? Нет, нет, что вы Я рад, что все решили Уверен, что это не повторится Да, да Хорошо, дорогой Хорошо, не волнуйся Я решил проблему Разобрался со всеми Кто они такие? А? Они тебе больше не позвонят? Невоспитанные Они невоспитанные, госпожа Гюльгюн? Прежде Я бы отреагировал иначе Но тех людей тоже можно понять Они правы Квартира ведь Оформлена на ваше имя Поэтому Они правы Верно Все так быстро случилось Что мы не смогли Сразу решить этот вопрос Я сделаю все В самое ближайшее время Не волнуйтесь На, даже Что случилось? Филипп Из Парижа Ответь Наверное, что-то важное Отвечу Но он плохо знает английский А я плохо знаю французский Мы не поймем друг друга А почему он не звонит твоей помощнице? Как ее зовут? Бетюль Она уволилась неделю назад Почему? Разве сейчас время, Гюльгюн? Ладно, я что-нибудь придумаю Добрый вечер Приятного аппетита А-а-а Пелин? Как дела, Ферит? Тетя Гюльгюн? Пелин? Как вы? Хорошо А ты как? Хорошо Орхан Это дочь господина Омера Вот как Здравствуй, дочка Как вы? Здравствуйте, господин Мы ужинали с друзьями Я увидела вас И решила поздороваться Очень любезно с твоей стороны Как господину мэр? Он за границей Мама с ним Вернулся через неделю Передаваем привет Обязательно Сейран Пелин с Феритом Учились вместе в колледже Ферит всегда был для нее братом А Сейран Наша невестка Жена Ферита Здравствуй Мы уже знакомы Виделись Не буду вам мешать Хорошего вечера Хорошего вечера Опять звонит Дочка Поговори ты Помоги сыну Фуату Филипп звонит Да Филипп звонит, поговори Сынок, дай ей телефон Дай Суне Она все уладит Возьми, дочка Давай Ответь же, дочка Аллах Ну давай поговори Суна, дочка Суна Дочка Аллах Поговори Поговори Говори, дочка Говори Меня зовут Суна Цейран Меня зовут Цейран На французском Как твоя сестра Говори Меня зовут Цейран Цуна Вытяните руки обе Сейчас же Сейчас же Что происходит? Что они опять натворили, мадам? Господень Киазым Я так стараюсь А они отказываются Говорить по-французски Не говорят, значит Не говорят Мадам Они хотят есть Хотят пить Пока не будут говорить По-французски Ничего не получат Они хотят в туалет Пока не будут говорить По-французски Не выйдут из комнаты Им даже маму Запрещено видеть Запомните Понятно, мадам? Поняла Господень Киазым Как хотите Хорошо 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 Теперь посмотрим Теперь посмотрим Что они сделают Говори, дочка Говори Ты сможешь Все хорошо Ответь, дочка Ответь на звонок Дорогая моя Добрый вечер Я Суна, помощница Да, он рядом Да, рядом Я слушаю вас Я ему передам Спасибо, Филипп Они передумали сдавать вам в аренду дом по той сумме Поэтому они предложат что-то новое Как это? То есть он посоветовался с семьей И решил, что эта сумма не подойдет Вот и все Что это значит? Я тоже не понял, отец Позвоним ему еще раз Конечно, конечно Нет, нет Не будем обсуждать работу за столом Позвонишь в другое время И в другом месте Сначала позвони адвокату Фуат Хорошо, отец Я тоже схожу в уборную Сестра, я пойду с вами Не оставляйте меня одну за столом И потом еда остынет Идите, идите Они же молодые, госпожа Гюль-Гюн Идите, идите Им есть о чем поговорить Идите, идите Сестра, я схожу к Фериту Что-то случилось? Девушка, которая только что подошла к столу Это девушка Ферита Что? Все, иди Что?